Друзья, сегодня мы одновременно рассматриваем два раздела Торы. Первый — это «Ахареймод», «После смерти» называется так. Имеется в виду, что здесь рассматривается не жизнь после смерти, а Божьи повеления сразу после смерти сыновей Аарона, Надава и Авиуда. Это 16, 17 и 18 главы книги Левит и Левая икра. Если кратко, то в этом разделе говорится. О повелениях первосвященнику на день Йом-Кипур, в том числе относительно жертвенного козла и козла отпущения, приносимых в жертву для очищения Божьего народа и самой скинии и жертвенника. О необходимости приносить жертвы только в определенном Богом месте. О запрете кровосместительных и сексуальных связей. А второй тревактор, который мы изучаем сегодня, называется «Кдашим» или «Святость». Это следующие главы, 19 и 20. И она посвящена нравственным законам и наказаниям за нарушение некоторых из них. Как бы тема чистоты и святости и Бога, и Божьего народа, она является сквозной для этих двух глав. И поэтому сегодня у меня есть желание как-то не на чем-то, знаете, так останавливаться и углубляться, а как-то пройти вот именно через вот эти две главы и затронуть как бы те темы, которые они рассматриваются, и именно остановиться на вопросах чистоты и святости. Итак, значит, 16 по 20 главу. Сейчас я читаю из 20 главы, где Господь говорит, «Освящайте же себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш». Немножко дальше. «Соблюдайте уставы мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Будьте же мне святы, ибо свят я Господь, и я выделил вас из народов, чтобы быть моими». Здесь Господь говорит о своей важнейшей сущностной характеристике, о святости, и о том, что Божий народ, он тоже должен быть похожим в этом на своего Бога. В Писании нет точного определения святости, ну нет такого, знаете, вот как в учебниках пишут, святость Бога — это это. Но, читая Писание, размышляя над каждым событием, мы все больше и больше понимаем, что это значит на самом деле. И сегодня вот именно в тех… мы рассмотрим какую-то часть святости. Я не дам стройного учения, сами понимаете, за ограниченное время этого не дашь, но именно то, что мне легло на сердце, вот то, что я увидел здесь в вопросах святости Господа и Божьего народа, я постараюсь поделиться с вами. Ну вот о святости. Вначале в главе Ахирей, мод, упоминается о смерти двух молодых священников, сыновья Аарона, которые посмели нарушить святость Скини и внесли в нее чуждый Богу огонь. Это уже о чем-то говорит, да? Затем, согласно Божьих установлений, мы видим, насколько тщательно выписаны все процедуры освящения людей, которые участвуют в этой церемонии. И первосвященника, и даже тех людей, которые куда-то уводят или уносят останки жертвенных животных для сожжения или козла отпущения, уводят. Процедуры. Сам только вход первосвященников святых один раз в году по тщательно выписанной процедуре также говорит о великой святости и самой Скини и того, для кого она создана. Но знаете, меня даже не это впечатлило, я как-то увидел, ну вот смотрите, это здесь глава 16. «И возьмет первосвященник двух козлов и поставит их пред лицем Господнем у входа в Скини и бросит жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его в зазавесу, и сделает с кровью его то же, что сделает с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкой. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений во всех грехах их». И так он написан, должен поступить со Скинией. Это мы говорим о святилище, то есть о святой и святых. Также в Скиния, следующий отдел, и жертвенник. И я как-то задумался над таким моментом. Вот смотрите, приходили приносить жертвы люди, скажем так, очищенные. То есть туда не приходили грешники, потому что они знали, если они придут, Господь истребит их из среды народов, которые прямо грешили. Туда люди, которые согрешали, они покаялись, приходят, приносят жертвы, и они очищаются. Сами жертвы, они освящаются табличкой на китаре у первосвященника. Ну подразумевается, что это табличка, освящая там, стоит он или не стоит, она освящает все жертвы. То есть как бы ничего нечистого не приближается, да? Все чисто, а тем не менее надо очищать Скинию, святой святых, куда только раз в году человек вошел, и Скинию. И я как-то подумал, вот сейчас, благодаря крови Ешоа, благодаря его жертве, прообразом которой являются вот эти два жертвенных козла, которые несут на себе грехи народа, которые очищают также и Скинию, а Скиния это тоже прообраз Божьего народа, да? Если он разорван из завеса, и мы имеем возможность приходить в присутствие Божьего святоя святых, так говорит Писание, ну оно описывает это все, да? То, ну насколько нам надо задумываться, когда мы уходим в молитвенную комнату, понимаете? То есть это, ну мы должны размышлять об этом. Идем дальше. Итак, мы видим, ну просто такую святость, да, которую трудно представит нам, людям, в этом мире. И возникает вопрос, как грешным людям приходить к невообразимо святому Богу, чтобы не погибнуть от огня его святости или от света его святости. И Писание дает очень простой ответ. Будьте святы, ибо свят я Господь ваш. Просто будьте. Понимаете, если Бог говорит, будьте святы, значит, это значит того, что Он повелел, этого достаточно, чтобы быть святым перед Ним. Он, я верю, что Он не требует, ну и мы видим это по Писанию, Он не требует нас абсолютной святости, потому что, ну Писание говорит, что все люди, они много согрешают, да? Но Он дает возможность очищаться, вот, и ходить в том, в той святости, которую Он ожидает от нас. Ну, а чтобы мы практически понимали, как это, ну как это вот на самом деле, да? Вот, ну, быть святым, это что? Там прийти в белых одеждах, там, в талите, да, там, со свитком Торы, там, ну вот как это вот, там, такой благобразный вид, такой, знаете, такой святой. Или по-другому? Нет, Бог, Он не оставляет нас без ответа. И здесь, в этих же главах, смотрите, Бог говорит, это Левит, 18 глава, «Соблюдайте постановления и законы Мои, которые исполняет человек, будет жив. Я Господь». Он говорит, друзья, святость, это, это практическое что-то, да? Это не, не такое вот наносное какое-то такое, знаете, вот, вот если там за кафедра, значит святую. Нет, нет, нет. Вот смотрите, что Он говорит. В главе «Гдашим» перечисляются десятки Божьих постановлений на эту тему. Я просто быстро прочитаю. Читить Господа и не поклоняться идолам. Читить субботу, читить отца и мать, просто старших людей. Хранить сексуальную чистоту, не лгать, не клясться именем Господа напрасного. Не обижать ближнего. Меня очень трогает это, когда Он говорит, не обижайте друг друга. Ну, не знаю, не обижайте друг друга. Ну, согласитесь, ну, мы обижаем часто вот так вот, не глядя мимоходом. Вот, обижаем. Не враждовать и не мстить, тем более, ближними, но любить его. Не делать неправды в суде, в мире, в весе измерения. Не лгать. Не обращаться к колдунам и волшебникам и многое-многое другое. То есть практические вещи, которые позволяют человеку быть в том состоянии, чтобы потом, принеся в то время определенную жертву, приходить к Богу и приносить, ну, когда люди приходили к Нему туда в большие праздники, да, чтобы принести эту жертву и иметь с Богом общение, друг с другом и с Богом иметь это общение, знать, что Бог, Он благоволит, и Он среди них. И Он заканчивает Господь, ну, в 20 главе, в конце 20 главы, как бы еще раз подчеркивается, будьте предо мною святы, я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Вот эта вот тема отделенности, тема нравственной чистоты, да, и Бога, и Его народа, вот, она вот проходит, ну, она через все Писание проходит, но здесь это особенно как-то, знаете, оно поднимается. И вот Брит Хадаша, время Нового Завета, первая проповедь Ишуа, и практически сразу он говорит, ну, это я говорю о Нагорной проповеди, вот, ну, это сборная проповедь, говорят исследователи, вот, но, тем не менее, Он говорил эти проповеди, да, и Он, вот, Его слова, которые передаются в наше время, через 2000 лет, не думайте, что я пришел нарушить закон, дальше у меня будет свободный перевод, в частности, написанное в разделах Торы, Ахирей, Мод и Гдашим, понимаете, да? Бог, Ишу, Он не пришел нарушить, он говорит дальше, и пророков, то есть, Я не пришел нарушить закон и пророков, не нарушить пришел, но исполнить, исполнить, это, ну, это отдельная тема, это такое слово, знаете, на которое надо ни одну проповедь говорить, да, я просто чуть-чуть затрону, да, исполнить, в том числе, это я даю перевод исполнить, да, в том числе сделать так, чтобы Тора и вот эти законы, которые мы сегодня изучаем, да, она была вложена в вашу внутренность и записана на ваших сердцах, как Господь говорил через Иеремию, и чтобы вы имели силу, самое главное, не просто она была где-то там, хранилась, знаете, там в каком-то разделчике сердца, да, но чтобы вы силу имели исполнить и возможность имели исполнить, поэтому я повышаю уровень требований, ну, то есть, если я дал вам все, да, то есть, теперь она, закон, он у вас вложен, записан, сила у вас есть, но взамен я повышаю уровень требований, теперь и к вашей святости, и к вашей чистоте, я даю свободный перевод, к Дашим я говорил, то есть, Ишуа говорил, чтобы вы не убивали, а сейчас я требую, чтобы не только не убивали, но даже не гневались и не унижали других в своем сердце, к Дашим я говорил не при ублебодействии, сейчас я говорю, даже не смотреть на женщину с вожделением, там я говорил не приступать к клятвам, здесь я говорю, вообще не клянитесь, потому что ваше слово должно быть таким, что вы сказали и все знают, так оно и есть, и в конце проповеди, ну, я всю проповедь не буду пересказывать, и в конце проповеди Ишуа говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», и в этом месте, друзья, в этом месте дается ссылка на Левит 19.2, то, что мы сегодня рассмотрим, то есть, будьте святы, ибо я свят, аминь. Вопрос, как достичь этого нравственного совершенства нам здесь сейчас? Ну, об этом я почти уверен, что будет говорить проповедник, потому что все Писание, оно, как говорится, в том числе и об этом. Но если как бы собирательно, чтобы мы все-таки как-то собирательно сконцентрировали, я думаю, нравственное совершенство достигается Божьим народом вот таким способом. Смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, но в современном переводе от Господа, то есть от Духа. То есть, если мы будем взирать, то есть, наше сердце будет направлено на Бога, если мы будем познавать Его Слово в молитве, в общении, в проповедях, в комментариях, в общем, многообразно. Вот, если мы будем взирать на славу Господню, которой есть Ешо, потому что Ешо, он есть образ Его славы, то мы преображаемся в тот же образ. Мы преображаемся. Оно происходит, оно мимоходом, это как зерно посеяное. Мы же не ходим все время там, не смотрим, растет оно, оно растет. И точно так же, если мы это выполняем, в нашем сердце происходит это преображение. Преображение. И знаете, и Бог все дал нам для этого, Господь нам все дал. Ешо, он отдал себя. Он вошел в святая святых, не с кровью, написано в послании евреев, не с кровью козлов, тельцов, да, а со своей кровью, которая дает возможность очищать наши сердца, если они оскверняются. Есть, как бы, путь этого, да. Вот, значит, он дал нам Духа Святого, который научает нас. Если мы имеем Духа, почему важно быть рожденным свыше? Дух нас, он рассказывает, он учит нас всему, чему Ешо учил, да. Он показывает нам Писание и научает нас. И, кроме того, он дал нам друг друга, он дал общину. Друзья, это очень важно, потому что вне общины, вот когда мы читаем Писание, мы понимаем, что в виртуальной общине этого не может произойти, имеется в виду преображение. Потому что это преображение, оно происходит внутри его тела, которое за счет взаимоскрепляющих связей, за счет взаимного научения, назидания, исправления, там в Писании много написано, оно делает работу, в том числе производит работу в каждом из нас. И тогда, вот, то есть все есть, да, еще дал пасторов, евангелистов, пророков, учителей, чтобы это все происходило. Понимаете, все дал нам для того, чтобы вот это вот, будьте святы, потому что я свят, чтобы оно, как вам сказать, отпечатывалось, несло отпечаток на нашей жизни, внутри нашего сердца, да, потому что мы же знаем в Бритхадаша не просто поступки, да, но сердце и исходящие из него поступки. Друзья, да будьте вы благословенны в этом пути, в котором мы все вместе идем пред Господом. Субтитры создавал DimaTorzok